18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Очень важно поднять проблему. Но еще, наверное, важнее понять, каким же путем мы пойдем дальше, для того, чтобы решить ее, решить все вместе. Какие улицы отремонтировать первыми, где построят тротуар или детскую площадку? Эти и другие вопросы решаются сообща на сходах граждан. 10 августа 2016 года решили, что была вынесена реконструкция, но отменено на сегодняшний день. Остановка по требованию. В деталях истории скандальной стройки на Крымске разбираемся вместе с заместителем главы города Анжелой Студеникиной. Любой гражданин, который является народным дружинником, он внутри видит всю эту работу работников наших полиции. 12 лет на страже безопасности. Анапские народные дружинники отмечают профессиональный праздник. Всегда на руках у нас, как говорится, и богатыри соперничали, кто сильнее. Богатырские состязания «Анапские силачи» сошлись на турнире по Арбресленде. В городской администрации состоялось заседание комиссии по вопросам соблюдения законодательства организациями потребительской сферы. В состав комиссии вошли заместитель главы города Эдуард Балмышев, заместитель председателя совета Александр Смирнов, представители Анапского Роспотребнадзора, отдела ГИБДД, управления архитектурой и жилищно-коммунального хозяйства. 17 заявителей просят выдать им разрешение на использование муниципальной земли в коммерческих целях. В большинстве случаев речь идет об объектах общественного питания, располагающихся в районах частных домовладений. Предприниматели намереваются в курортный сезон выносить столы на прилегающие территории. Просят разрешить. Но такой организации торговли и оказания услуг в Анапе не будет. Это позиция главы города. Во-первых, назначение земли ИЖС не предполагает ведение коммерческой деятельности и тем более захвата муниципальной территории. А во-вторых, портит облик курорта. Привести в соответствии все, что с объектом. Такая же однозначная позиция в отношении и любой другой коммерческой деятельности на тротуарах и газонах. К этому курортному сезону глава города поручил привести в порядок все муниципальные территории, восстановить газоны и пешеходные дорожки. Торговля должна осуществляться только в отведенных для этого местах и на законных основаниях. Отказ получил и предприниматель, желающий установить на пляже детскую игровую площадку. Пляжные территории мы предоставляем нашим санаториям, оздоровительным комплексам детским. То есть максимально все это будет предоставлено им, в первую очередь. Предпринимателям ни под что мы предоставлять не будем. Почему? Я объясню. Потому что санаторий берут для своих клиентов, для своих потребителей. Они там не продают ничего. А вы будете там коммерческими делами заниматься. Обычно детская игровая площадка при первом же контроле оборачивается каким-нибудь батутом, бассейном с грязной водой и рядом стоящим киоском с продажей пива. Вот это называется... Вот в этой зоне я видела только это. Также на заседании коснулись темы стихийного рынка в селе Цибанабалка. По этому вопросу было решено организовать выездную проверку на место несанкционированной торговли. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Ситуация со скандальной стройкой на пересечении улиц Крымская и Красноармейская получила продолжение. Напомним предысторию. Еще в 2012 году частному лицу удалось оформить участок в самом центре Анапы в собственность. А четыре года спустя произошло, как сейчас выясняется, грубейшее нарушение. Вместо реконструкции было выдано разрешение на строительство. Нынешняя администрация по поручению главы города добилась признания этого документа недействительным. Решение суда вступило в силу 15 февраля. По мнению Юрия Полякова, на этом месте должен быть не торговый центр или очередная закусочная, а комфортный остановочный павильон и зеленая зона. Однако ставить точку в этой ситуации еще рано. Борьба, в которой мэра поддерживает и общественности, городские депутаты продолжается. Неудавшийся застройщик пытается найти юридические лазейки. О том, как развивается ситуация, в нашем эксклюзивном интервью с заместителем главы Анапы, курирующей вопросы имущественных и правовых отношений. Анжела Воликовна, о ситуации с этой, скажем так, спорной застройки на остановке по адресу Крымская, 182. Мы уже рассказывали о том, что разрешение ошибочное, ну, можно так сказать, ошибочное разрешение было выдано еще в 2016 году. Как ситуация развивается сейчас? Что предпринимает администрация? Я уже говорила, что ранее по становлению администрации 22 января 2018 года разрешения на строительство были отменены. В связи с тем, что произошел снос этих объектов, собственник успел снести объекты, и невозможно исполнить решение суда, так как оно было выдано на реконструкцию объектов, объектов уже не существует. Администрация подала в городской суд заявление о пересмотре указанных судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. И определением Анапского городского суда от 15 февраля 2018 года заявление администрации о пересмотре решения удовлетворено. И указанное решение отменено. То есть 10 августа 2016 года решение, что была вынесена реконструкция, оно отменено на сегодняшний день. Но собственник данных объектов сделал переуступку и на объекты, которые уже снесены, и на земельные участки. Кстати, земельные участки были приобретены также по решению суда в 2012 году. Причем администрация судилась. Да, один земельный участок был в 2012 году приобретен по решению суда. И администрация судилась, там дошли даже до Верховного суда. То есть, если бы эти участки были в аренде, то было бы, возможно, легче решить весь вопрос. Расторгнуть договор аренды и все. То есть тогда тоже удалось решить ситуацию. Да, а второй земельный участок был приобретен в собственность в 2015 году. Там дошли до касации, но суд посчитал, что данные земельные участки нужно предоставить в собственность. Ну вот в связи с тем, что произошла переуступка прав и обязанностей по земельным участкам и по объектам недвижимого имущества, нами администрации подана жалоба, исковое заявление, точнее, в арбитражный суд о запрете любой хозяйственной деятельности, чтобы там ни юрлицо, ни джингарян не производили никаких строительных работ. Также наложить арест на земельные участки, чтобы не было дальнейшей переуступки прав и обязанностей. Ну и данное дело будет рассматриваться 13 марта 2018 года в арбитражном суде. Понятно, что бывшие собственники хитрят, тянут время. Все-таки вот что мешает поставить точку в этом споре, в этом конфликте? Все в судебном порядке. Суд вынесет решение. Ну 13 числа это уже будет окончательно или еще потом возможно будет? Скорее всего, я думаю, что новые собственники будут подавать жалобы. Будем судиться. Но у вас твердое решение довести ситуацию до логического... Конечно, у администрации есть все законные основания для этого. Мы должны отстаивать интересы граждан города Анапы. Что необходимо сделать, чтобы... Или может уже делается, чтобы вот такие ситуации впредь не повторялись, не возникали даже, чтобы не было даже прецедента? Ну, мы ведем работу в этом направлении. Посмотрели, подняли все документы, где остановочные павильоны уже предоставлялись в аренду. Подали в Росреестр в одностороннем порядке о расторжении данных договоров. Естественно, нужно не допускать таких ситуаций. Смотрим, когда подают разрешение на строительство каких-то павильонов, администрация не пропускает. Администрация действует в соответствии с действующим законодательством. Законодательством не предусмотрено каких-либо строительств на остановочных, на остановках. Нажаля Анатольевна, спасибо большое за этот разговор. И удачи вам в вашей, на самом деле, очень легкой работе. Спасибо. К 1 июня из Юровки в Гостогаевскую обратно будет ходить автобус. В хуторе Чикон отремонтируют местный клуб. В станице Анатской может появиться новая детская площадка. Проблемные улицы будут при первой же возможности отсыпаны щебнем. В свою очередь в муниципалитете просят жителей своевременно платить налоги. Все эти темы обсуждаются на общих сходах граждан, которые проводятся во всех сельских округах. Сход граждан в Юровке проходит в только что отремонтированном здании Дома культуры. Заменили все, начиная от проводки со штукатуркой и основания пола. Жители хутора Чикон интересуются, можно ли найти деньги на ремонт их клуба. По словам исполняющей обязанности заместителя главы города Екатерины Боровской, уже в марте в муниципалитет поступят деньги от депутата Заксобрания Ирины Конограевой. Из них 80 тысяч направят в Чикон на ремонт клуба. У нас там занимаются дети, хотя бы поставили, у нас танцевальный коллектив. Сколько там, 30 человек, наверное. Хотя бы зеркала нам, хоть откуда-то бы выделили. Хоть чуть-чуть бы показали. Мы как раз эти деньги запланировали. Там же два заброшенных здания стоят годами. Необходимо как минимум закрыть их в целях безопасности, чтобы туда не могли попасть дети. Глава сельского округа пояснил, что в одном случае будут действовать через прокуратуру, второго собственника будут искать. Тем временем жители Юровки просят соединить автобусным сообщением их село и станицу Гостогаевское. Его и не было никогда. А можно было пустить? В транспортном отделе пояснили, что уже к 1 июня планируется изменить маршрут номер 107 из хуторов Разнаков в Анапу. Уверена, что здесь собрались люди-единомышленники. Очень важно поднять проблему. Поднять проблему. Но еще, наверное, важнее понять, каким же путем мы пойдем дальше, для того, чтобы решить ее. Решить все вместе. В Анапской просят организовать в юго-западной части станицы детскую площадку, ограничив движение на участке улицы Тургенева. Дорога там вот такая. Предлагал. Как вот в городе улицу Горького перегородили. Люди ходят спокойно, машины не ездят. Почти только там продукты привозят. Тут тоже поставить пару блоков, тут пару блоков. Тут и сделать огромную хорошую детскую площадку на весь наш ТОС. Детей вон. Специальная комиссия выйдет на место для оценки ситуации. А вопросы, связанные с ремонтом дорог в текущем году, решили сразу. Как заверили в городском управлении ЖКХ, уже готов список самых кричащих участков. Сделать все и сразу невозможно. Муниципальный бюджет ограничен, при том, что недоинка по налогам на имущество и транспорт с физических лиц. Сегодня по всем сельским округам порядка 150 миллионов рублей. Более 20 из них приходится как раз на Анапский сельский округ. Мы просто как представитель администрации. Я тоже житель муниципалитета. Я хочу, чтобы наши детки ходили в школу по чистым тротуарам. Машины ездили по нормальным улицам. Было уличное освещение. Гляньте вокруг себя и посмотрите, сколько людей у нас, соседи, друзья, знакомые, родственники, близкие получают деньги в конвертах. А это налог на доходы физических лиц. Это та же статья доходов без ЖКХ. Когда мы сегодня говорим о том, что денег не хватает, а люди спрашивают, а куда же вы деньги деваете? Подождите, чтобы деньги девать, их надо собрать за кубышка наша общая с вами и оттуда уже тратить. Тратить с помощью своей общественности, тратить с помощью вашего решения, на какие улицы в первую очередь необходима отсыпка или асфальтирование. Бюджет в большей степени формирует налоговые отчисления. И чем добросовестнее налогоплательщики, тем больше дивидендов они получают в виде отремонтированных дорог, тротуаров и детских площадок. Однако из-за некоторых не должны страдать все. Поэтому пока одни структуры ищут способы воздействия на неплательщиков, другие будут продолжать искать возможности улучшать качество жизни населения. Александр Ребекко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Тема ремонта сельских дорог поднимается практически на каждом сходе граждан. Там, где запланировано асфальтирование, работы идут в порядке плана графика. На ремонт остальных же улиц по поручению главы города выделяется щебень. В 2017 году на сельские дороги легло более 5000 кубометров, а с начала этого года уже выделено порядка 1800 кубометров дорожного материала. Так, две улицы станицы Гостогаевска уже обновились. Жители говорят, что тяжелая техника к ним не заходила полтора десятка лет. Теперь дорога к дому стала ровной и чистой. Это последние штрихи на улице Школьной. Работа практически завершена. Теперь здесь вместо грязи, ям и луж – ровный слой дорожного камня. На 800 метров дороги ушло порядка 60 кубометров материала. Жители обсуждают долгожданное событие с радостью. Теперь подъехать к собственным домам можно спокойно. Мы обратились с просьбой Полякову Юрию Федоровичу. Он нам помог. Вот, ну, факт налицо. Видно, что он выделил нам материал, и мы эти ямы засыпали. Все прогрессировано, все было сделано очень оперативно, быстро и хорошо. Дети приходили домой грязные, мокрые. Постоянно жалуются. Мы постоянно жаловались на дороги. Ну, вот, сейчас факт налицо. Дети, конечно, домой уже приходят совсем не такие. Еще одну дорогу отсыпали на улице Кубанская. 400 метров дорожного полотна, на которое ушло порядка 40 кубов щебня. Также разровняли и отгрейдировали. Большую помощь оказал станичникам депутат Геннадий Демурчев. Он выделил тяжелую технику для работы. В этом году большая техника зайдет и на другие улицы Гостогаевской. В приоритете дороги к школам, детским садам и другим социальным объектам. Руслан Душевский, Анапа-регион. Жители Анапы и сельских округов продолжают выяснять, какая территория должна быть благоустроена в первоочередном порядке. В рамках федеральной программы «Городская комфортная среда». Из 14 объектов претендентов анапчане сами выберут приоритетные. Свои голоса они отдадут 18 марта. А пока мы продолжаем знакомить с территориями, которые могут преобразиться уже в этом году. Это пешеходная дорожка в станице Благовещенская. В пик курортного сезона по ней проходят до двух десятков тысяч человек в день. Комфортно ее не назовешь. Нет ограждения, скамейки, зеленых насаждений. А ведь эта дамба ведет к морю и считается курортной частью. У нас это единственный проход к морю. Станица у нас курортная. Посещаемость очень большая наполняется при массовом август месяце. Это уже массовое посещение, знаю, еще сельского округа. Это не единственный подход к нашему центральному пляжу. Поэтому основная масса идет всегда сюда. Хотелось бы, чтобы люди приезжали, были довольны тем, что у нас есть. По проекту здесь должны заменить плиточное покрытие, установить ограждения, скамейки и урны, украсить озеленением. Проголосовать за пешеходную дорожку станичники смогут в местном Доме культуры уже 18 марта. Полный список проектов и адресов счетных комиссий размещены на сайте администрации на нашем anaparegion.ru. Четверо анапских дружинников получили благодарности главы региона по итогам 2017 года. Народная дружина города-курорта считается одной из лучших в крае. В охране правопорядка полиции помогают работники предприятий, казаки и молодежь. Этот день 2 марта считается днем рождения народных дружин. Мама-папа, бабушка-дедушка и старший брат и сестра, если они могут подтвердить свое родство. То, что они говорят, я просто бабушка, это у нас пока не показатель. Пояснение по закону 1539. После 10 вечера несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении законных представителей. Инструктаж перед выходом на смену, в первую очередь для Анны. Это ее первый выход. Она будущий медик, переживает за детей, до этого занималась агитацией, теперь практика. Мне всегда нравилось помогать нашему городу в различных таких мероприятиях, включая осуществление закона 1539. Это все важно для детей, потому что это же их самих и обезопасить. Это центр города, излюбленное место отдыха молодежи. Уже больше 9, но еще не 10. У тех, кто старше 14 лет и запозднился, есть еще примерно час и паспорт в кармане. Всего за 2017 год дружинники выявили порядка 500 случаев нарушения детского закона. Это одно из основных направлений работы. С прошлого года дружинники принимают участие в патрулировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Немногим больше – Анапскому молодежному патрулю. В нем более 60 участников. Все совершеннолетние. На вокзале мы помогаем сотрудникам полиции осуществлять общественный порядок. Собственно, смотрим, нет ли сумок бесхозных и все тому подобное. Также смотрим за тем, чтобы не было людей подозрительных, которые проявляют себя как-то асоциально. Лишние глаза и уши повышают эффективность любого патруля. Прошлым летом здесь при помощи дружинников задержали гражданина Республики Беларусь, которого разыскивали дома за хранение наркотиков. 2 марта 1959 года в Советском Союзе приняли постановление о создании народных дружин. В 2006 году в Анапе решили возродить такую практику. Сегодня в патрули выходят 243 работника анапских предприятий, в том числе ведущих здравниц. Во-первых, любой гражданин, который является народным дружинником, он внутри видит всю эту работу работников наших полиции. Он сам участвует в этом, он понимает, что он имеет право, что он не имеет права. И также он это доносит до граждан и даже до своих товарищей, с кем он находится в общении, друзьям, родителям. Также порядок помогают охранять около 100 казаков. В Анапе прошел городской этап соревнований по армрестлингу в рамках общероссийских сельских спортивных игр. Фавориты были известны, однако соперники составили им серьезную конкуренцию. Разрыв захвата. Мы будем наблюдать. Если будем стараться внимательно наблюдать и определить, кто больше уходил от борьбы. Естественно, будет делать это убеждение. Правила, как и во всех силовых видах спорта, очень строгие. В зале представители сельских округов, участники из города и те, кто не вошел в команду, могли побороться за отдельные призы. Армрестлинг или борьба на руках – одна из дисциплин сельских спортивных игр. Всегда на руках у нас, как говорится, и богатыри соперничали, кто сильнее. Поэтому этот вид спорта есть перспектива его развития. Для этого не требуется таких больших инвентаря, я имею в виду разнообразного. Единственное, что требуется физическая подготовка. С самого начала неплохо смотрелись участники из виноградного сельского округа. В минувшем году команда победила в муниципальной спартакиаде. На поселковом стадионе традиционно проходят соревнования по силовому экстриму. В минувшем году команда победила в муниципальной спартакиаде. А на поселковом стадионе традиционно проходят соревнования по силовому экстриму. А это участник из станицы Анапской. Сергей Дунаевский занимается дзюдо и самбо. Участвует в соревнованиях по гиревому спорту. Пару дней назад предложили попробовать себя в армрестлинге. За два дня, по сути, я только узнал об этом соревновании. Меня повестили и сказали, будешь выступать. Но я согласился. Положительные эмоции. На краевом этапе Анапу будут представлять двое сильнейших мужчин и две женщины. Уверена. А нет, у собаки у нее нет. Надежда Пушкарь из поселка Виноградный занимается легкой атлетикой на соревнованиях по армрестлингу уже второй раз. Мы просили первый раз поучаствовать, я уже второй раз приезжаю. Тренируюсь, конечно, теперь. Просто хороший спорт. В итоге команда из Виноградного сельского округа стала первой. Второе место у Анапского. Третье у Гайкадзорского сельского округа. Александр Ребеха, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. «Меркурий-2». Аминь. Продолжение следует...